Вот мне прислали, восхищались очень сильно, прислали что-то написанное Шендеровичем, я вам прочитаю, потому что пишут восхищение в таком, я очень сильно удивился, потому что, во-первых, это не вызвало у меня восхищения, во-вторых, я обнаружил, что это уровень слабоватого телеграм-канала и полный плагиат, то есть, из абсолютно всем известных мемов собрана некая подборка, скучно было, но я прочитаю, потому что, может быть, у меня предвзятые отношения, хочу с вами посоветоваться, поэтому великую вот эту в кавычках вещь прочитаю, В Москве и Волгодонске были слышны хлопки газа, Путин победил на свободных и честных выборах, в Чечне восстановлена территориальная целостность России, в НТВ пришел эффективный менеджмент, подводная лодка утонула, Ходорковский не заплатил налоги и сел в тюрьму, потому что закон один для всех, Щекочихин чем-то заболел и умер, У некоторых зрителей мюзикла Нортост обнаружились проблемы с дыханием, в Веслане загорелась школа, Политковская повздорила с каким-то случайным чеченцем и умерла, Литвиненко попил чай и умер, несколько врагов героя России Рамзана Кадырова в Москве, Вене и Дубае умерли от внезапного кровотечения, Россия помогла народу Южной Осетии освободиться от кровавого режима Саакашвили, В Сибири наблюдалось подтопление, в Сибири ощущалось задымление, Магницкий повел себя неадекватно и умер, Ходорковский своровал ту же нефть еще два раза и остался в тюрьме, потому что закон один для всех, экстремисты по заданию Запада пытались помешать победе Путина на свободных честных выборах, но у них не получилось, Американцы пытались заполучить наших детдомских детей, чтобы пустить их на органы, но у них не получилось, Международный Олимпийский комитет отомстил России за ее честные спортивные победы, Крым вернулся в родную гавань, Трудящиеся Донбасса восстали против украинских фашистов, украинские фашисты звели малазийские лайнеры, пытались замести следы, Запад все это время пытался унизить Россию, но у него ни разу не получилось, Немцов повздорил с кем-то случайным чеченцем, умер, Карамурза дважды неудачно выпил чаю, у него дважды ухудшилось здоровье, Махнаткин сам сломал себе позвоночник, умер, Путин победил на свободных честных выборах, народ попросил Путина поменять Конституцию, остаться тут навсегда по результату свободных честных выборов, Россия победила коронавирус, Навальный выпил чаю, у него ухудшилось здоровье, немцы вывезли его в клинику Шарите и там отравили, чтобы унизить Россию, но у них не получилось. Продолжение следует, я честно говорю, не знаю, я предвзят, конечно, отношусь к Шандеровичу, я сильно не люблю, но мне кажется, это, я говорю, откровенно, слабо и бездарно, я вообще очень удивился, я думаю, кто же тексты для кукол-то писал, это один и тот же человек писал те тексты для кукол, Ну, может он и Зума, конечно, выжил, такое тоже возможно, помните, у меня есть любимая книга, кто давно смотрит Мальцева знает, что это Хогукурая, сокрытая в листве, написал Ямамото Цунетома, И там он говорит, помните, неоднократно я приводил цитату, что нет человека, который не состарился к 60 годам, И если он считает, что никогда не выживет из ума, это уже может быть проявлением его старческого слабоумия, так что жаль, жаль, что бывают такие проявления. Гаврила Шендерович стал неугоден режиму, когда Мальцева еще никто не слышал, вот тебя, червячок, завести и точить из передачи в передачу, а кто он сказал, что он стал неугоден режиму? Он работал на Гусинского, на... Почему вы думаете, что он не может работать на другого миллиарда, например, на Ротенберга? Что Шендеровича может остановить, если он работал на Гусинского, от работы, например, на Ротенберга? Что нет? Он не договорится? Легко. Так что не надо про червячок. Я ненавижу Шендеровича по одной причине, что он открыто заявил, что Мальцев провокатор, и при этом никак не аргументирует. Ну и дальше там, ну Мальцев провокат. Это очень плохое поведение, за это он обязательно ответит. Обязательно ответит. Я говорю, меня просто сейчас пробило то, что мне подкинули вот эту фигню. Говорят, это гениально. А я вижу говно на палке. Шендерович упал ниже задорного. Я думаю, что Шендерович упал ниже, блядь, этого Петросяна, блядь. Какого задорного, вы что? Давайте так вот, потому что для меня принципиально. У вас плохо с чувством юмора, не обижайтесь. У меня плохо с чувством юмора. А давайте проверим, кому понравилась вот эта вот херня, поставьте плюс. Да, плюс поставьте. Кому не понравилась эта херня, Шендерович, поставьте минус. Давайте проверим, у кого еще нет чувства юмора. Я очень хочу. Это вроде вполне остроумно. Ну, остроумны те мемы, которые были в интернете. Шендерович собрал нему из интернета, да, и выдал их как свои, плагиат чистейшей воды. Да, конечно, хлопок это остроумно, это не Шендерович придумал. Или она утонула, это остроумно, но это не Шендерович придумал. Это придумал Путин. Так, смотрим. Кому понравилось, кому. Одному понравилось. Второму понравилось, третьему понравилось. Так, смотрим, сколько не понравилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И так далее. Большинству не понравилось. Значит, абсолютно одинаково мы мыслим с вами, да. Почему? Поэтому я тебя использую. Да. Я за то, чтобы Шендерович не обсуждать. Я здесь буду обсуждать, кого хочу. Понимаете? Вот он не захотел, просто обозвал Мальцева, не захотел обсуждать. А я заставлю его обсудить. Обязательно заставлю обсудить. Еще раз напоминаю, я не Рамзан Кадыров. Я не такой хороший. Передо мной нельзя извиниться. В этом особенность Мальцева. Передо мной извиниться. Нельзя. Нет. Я говорил про... Вот прочитал про Шендеровича. Не потому что хотел его поддеть. Нет. Я просто... Потому что есть определенная категория граждан. А эта категория граждан везде сует. И как это гениально. Как это замечательно. И так далее. Вот эту категорию граждан надо на место ставить. Понимаете? Что это не замечательно. Что это говно на палке. Огромное количество молодых людей в каких-то телеграм-каналах пишут настолько остроумно. Обхохочешься. Понимаете? А их никуда вот эта категория граждан не пускает. И обратите внимание. Не Путин виной в этом. Вот эта потрясающая ситуация. Да. То есть есть некие оппозиционные СМИ. И туда в эти оппозиционные СМИ хрен залезет. Там Шендеровичи сидят с Латыниной. Туда не залезут молодые люди. Вот эти. Действительно остроумные.